Приветствую! На сайте Кабинета Министров Украины опубликовано постановление 1044. Этим постановлением вносятся изменения в правила пересечения государственной границы, и в том числе в отношении выезда с родителями, у которых есть инвалидность первой либо второй группы. И об этом мы сейчас и поговорим. К сожалению, данное постановление несколько усложнило порядок выезда с родителями, у которых есть инвалидность первой либо второй группы. В чем произошло это усложнение? В перечне документов, в расширении перечня документов, которые теперь нужны для выезда из Украины мужчине во время военного положения, если у него один из родителей имеет первую либо вторую группу. Как мы помним, на сегодняшний день и ранее мы могли выехать по двум документам. Это первый документ должен был подтверждать инвалидность наших родителей. Это могла быть справка МСЭК, удостоверение лица с инвалидностью, пенсионное удостоверение и так далее. В этой части никаких изменений не произошло. Этот документ также нужен будет. Вторым документом нужно было свидетельство о рождении. И здесь тоже никаких изменений. Но появился третий документ. Да, появилась необходимость предоставить еще один документ. И этим документом на выбор человека, который выезжает, может быть документ, подтверждающий совместное проживание. А это говорит о том, что у нас должна быть для того, чтобы выехать с родителями, одинаковая регистрация места проживания. То есть место проживания, то, что мы раньше называли прописка, должна быть одинаковая. Неважно, она у вас там зарегистрирована, место проживания, либо задекларирована, не имеет значения. Вот эта самая так называемая прописка должна быть одинаковая и у, соответственно, сына, и у того из родителей, с кем он выезжает. Либо же, либо есть второй вариант, вместо этого документа предоставить документы, подтверждающие осуществление ухода за родителем. То есть если место жительства зарегистрировано по разным адресам, но при этом вы осуществляете уход за своими родителями, то вы также можете выехать. Каким документом можно подтвердить осуществление ухода? Здесь также есть два варианта. Вариант первый, известная уже нам справка о получении компенсации на уход. И второй документ, который теперь новый документ, подтверждающий осуществление ухода, это документ, который называется «Акт установления факта осуществления ухода». Данный акт составляется местными администрациями, местными госадминистрациями, также устанавливается исполнительным комитетом сельского поселкового совета. То есть, соответственно, обращаться за получением этого акта мы должны либо в местную госадминистрацию, либо же в исполнительный комитет сельского поселкового совета. И вот если у вас есть такой акт, то вы также сможете выехать с родителями. При этом, если вы обращаетесь за этим актом, он в свободной форме, то есть там нет формы, утвержденной законодательно, в свободной форме он выдается вам в течение пяти дней. Это согласно правилам пересечения госграницы. Как это будет на практике, конечно же, вопрос. Но есть и улучшения в порядке выезда в том случае, если один из родителей имеет инвалидность. В чем эти улучшения произошли? На сегодняшний день вы, чтобы выехать с родителями, должны ехать вместе. А вот постановой 10.44 предусмотрен иной порядок выезда. Если ваши родители уже находятся за границей, то вы можете выехать к ним, не сопровождая, соответственно, родителей. Но для этого, чтобы пересечь границу, вам нужно следующее сделать. Помимо тех документов, о которых мы говорили выше, то есть вы должны будете предоставить свидетельство о рождении, документ, подтверждающий, что у одного из родителей есть инвалидность, либо нотариально заверенную копию такого документа. Вы также должны будете подтвердить, что вы проживаете с этим родителем совместно, то есть по одному адресу зарегистрировано место проживания. И кроме этого, нужно будет предоставить справку о том, что тот родитель, к которому вы едете, не просто находится уже за границей, а стоит на консульском учете. Здесь я не буду рассказывать о том, как стать на консульский учет, но я вам в описании к видео оставлю ссылочку на правила постановки на консульский учет в Польше. Поскольку большинство из людей, которые выехали из Украины, находятся в Польше, будем ориентироваться на это. Если вы находитесь в другой стране, то, соответственно, найдите посольство либо консульство Украины в той стране, где вы находитесь, найдите сайт и, соответственно, посмотрите, что вам нужно сделать, чтобы стать на консульский учет. Ну, а позже я сделаю отдельное видео по этому вопросу. И еще одно послабление. Это послабление заключается в том, сколько раз можно выехать из Украины во время военного положения. На сегодняшний день один раз. То есть, сопровождая инвалида, можно пересечь границу один раз и все. Если заехал, то уже потрачено, как называется. Второй раз не выйдешь. То постанова 1044 разрешает пересекать границу неоднократно. То есть, она, по сути, убрала вот тот запрет, вот то ограничение, которое было на выезд один раз во время военного положения. Теперь этого ограничения нет. Соответственно, если ваши родители за границей имеют инвалидность первой либо второй группы, стали там на консульский учет, то вы, имея соответствующий пакет документов, можете пересекать границу многократно. Друзья, если вы считаете, что данное видео было вам полезным и может стать полезным другим людям, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях. Конечно же, подпишитесь на мой канал и добавляйтесь в мой телеграм-канал, для того, чтобы всегда получать свежую информацию и уведомления о новых видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока! Пока!